МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди самолетов, которые поступали в Советский Союз по Ленд-Лизу самыми массовыми были истребители. Однако немалую роль в достижении Великой Победы сыграли и те зарубежные машины, которые несли службу в бомбардировочных авиаполках ВВС Красной Армии. Рассказ о них в фильме «Оружие». В самом начале Великой Отечественной войны президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявили о готовности оказать немедленную помощь Советскому Союзу боевой техникой и военными материалами. Среди предложенных союзниками типов самолетов оказались истребители и бомбардировщики, военно-транспортные и разведывательные машины. Уже осенью 1941 года в СССР прибыли первые истребители из Англии и США. А в начале 1942-го в бомбардировочные части военно-воздушных сил Красной Армии начали поступать американские самолеты А-20. Дуглас А-20А «Хэвок». Средний бомбардировщик. Длина 14,5 метра. Размах крыльев 18,7 метра. Максимальная взлетная масса 10 660 килограммов. Силовая установка два поршневых двигателя мощностью по 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость 544 километра в час. Практический потолок 8400 метров. Практическая дальность 1690 километров. Вооружение. Семь пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Боевая нагрузка 1800 килограммов. Экипаж 4 человека. Фирма «Дуглас» начала проектирование многоцелевого ударного самолета в 1936 году. При его создании предполагалось, что он заменит устаревающие одномоторные бомбардировщики, но при этом сможет использоваться и в качестве штурмовика. Группу инженеров, которые занимались разработкой, возглавил Джон Нортроп. Нортроп Джон Кнутсон. Выдающийся авиаконструктор и промышленник. Годы жизни 1895-1981. Родился в бедной семье в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Получив диплом инженера, работал в компаниях Локхитт и Дуглас. В 1939 году основал собственную фирму Нортроп Эйркрафт. Автор нескольких десятков моделей самолетов, в том числе хорошо известных в Советском Союзе DC-3 и А-20. Его последняя конструкторская работа – тяжелый стратегический бомбардировщик Б-2 «Спирит». Машина, которая в дальнейшем получила индекс А-20, успешно выдержала испытания и была принята на вооружение воздушного корпуса армии США в 1941 году. В частях военно-воздушных сил Красной Армии А-20 называли «Бостом». Так именовалась экспортная модель этой машины. В начале А-20 выполнял такие же задачи, как и Пе-2 – основной бомбардировщик советской фронтовой авиации. Фронтовая авиация предназначалась для нанесения ударов по тактической глубине противника, уничтожения опорных пунктов, уничтожения водных переправ, уничтожения различных узлов связи, скопления войск, складов и так далее. В отличие от Пе-2, который также применялся для этих задач, самолёт А-20 имел большую взлётную массу, но при этом у него была большая скорость. «Бостон» имел отличные пилотажные качества. Он был прост и лёгок в управлении, послушен и устойчив на виражах. Это имело особое значение для лётчиков, получивших ускоренную подготовку в годы войны. Лётчики отмечали по сравнению с самолётом Пе-2, то, что он обладал лучшими лётными характеристиками, которые в каких-то моментах, в боевых условиях упрощали работу экипажа. Самолёт имел нейтральную центровку, А-20 мог летать на одном моторе. А самолёт Пе-2 при отказе одного мотора, полёт горизонтальный был исключён, и посадки, как правило, заканчивались аварии. Американцы по сравнению с советскими конструкторами уделяли больше внимания комфорту экипажа. Отапливаемая кабина А-20 была просторна и удобна. Лётчик и штурман имели хороший обзор. Оборудование, которое устанавливалось на самолёте, по тем временам было достаточно современным. И эти самолёты, как правило, применялись в ночных рейдах. Они работали по аэродромам противника, особенно в белорусской операции наносили удары, по аэродрому Болбасово, Соколка в районе Борисова. В то время, когда Пе-2 работали днём, на ночь оставались задачи для самолётов А-20. Немаловажными для суровых условий Советско-Германского фронта являлись и эксплуатационные возможности Бостона. Двигатели отличались надёжностью, были удобны в обслуживании. А их ресурс в 2-3 раза превышал аналогичный показатель всех отечественных авиамоторов. А-20 использовались не только в качестве ближних бомбардировщиков. Они применялись как торпедоносцы в частях морской авиации и как тяжёлые истребители. Первая в СССР дивизия ночных перехватчиков, оснащённых радиолокаторами, летала именно на Бостонах. А-20 остался в памяти советских лётчиков, как один из лучших самолётов, которые поставлялись союзниками в годы войны. Всего фирма «Дуглас» построила 7385 самолётов А-20 различных модификаций. Более трёх тысяч из них отправили в СССР. Они служили в советских строевых частях до 1950 года. В частях советской дальней авиации нёс службу ещё один американский самолёт – бомбардировщик Б-25. Эта машина начала поступать в СССР в рамках программы «Ленд-Лиз» зимой 1941 года. Самолёт строился фирмой «Норд Американ» в рамках конкурса, объявленного армией США. На предварительном этапе отбора Б-25 показал настолько хорошие лётные данные, что военные сразу же заказали большую партию машин в качестве средних бомбардировщиков. «Норд Американ» Б-25 «Митчелл». Средний бомбардировщик. Длина – 16 метров. Размах крыльев – 20,6 метра. Максимальная взлётная масса – 19 тысяч килограммов. Силовая установка – два поршневых двигателя мощностью по 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость – 442 километра в час. Практический потолок – 7600 метров. Практическая дальность – 2170 километров. Вооружение – 12 пулемётов калибра 12,7 миллиметра. Боевая нагрузка – до 3000 килограммов. Экипаж – 6 человек. Самолёт был скомпонован по схеме свободно несущего двухмоторного моноплана с разнесённым хвостовым оперением. Разработчиками использовались самые последние веяния авиационной моды. Цельнометаллическая конструкция с работающей обшивкой, трёхопорное шасси с носовой стойкой, мощные моторы с винтами-автоматами, антиобледенительная система. В Соединённых Штатах славу бомбардировщику принёс дерзкий рейд группы Б-25 под командованием полковника Джеймса Дулиттла. 18 апреля 1942 года, в день рождения японского императора, 16 машин стартовали с палубы авианосца «Хорнет». Преодолев тысячи километров над Тихим океаном, самолёты отбомбились по целям в Токио и других городах Японии. После этого они приземлились на территории Китая и СССР. В Советский Союз бомбардировщики Б-25 «Митчелл» приходили в основном через маршрут, названный президентом США Франклином Рузвельтом, «Алсиб» — Аляска, Сибирь. В составе ВВС Красной Армии Б-25 начал воевать летом 1942 года. Поначалу его использовали в частях фронтовой авиации для ударов по тактическим целям. Но вскоре бомбардировщику нашлось более достойное применение. Имея большой радиус действия, отличное навигационное радиооборудование, мощное вооружение и значительную бомбовую нагрузку, Б-25 идеально подходил для рейдов в глубокий тыл противника. Поэтому со второй половины 1942 года «Митчеллами» вооружались полки авиации дальнего действия. Самолет Б-25 изначально планировался как средний бомбардировщик. Но при поступлении на вооружение в нашу страну он использовался в качестве тяжелого бомбардировщика, дополнял самолет П-8. Не секрет, что основой дальней авиации в первом и втором периоде войны были самолеты Ли-2. Их самолеты Ил-4 имели такие же характеристики, как ни странно, как у самолета Ли-2, и также такая же была бомбовая практическая нагрузка. Но с появлением самолета Б-25 командование могло применять их в глубоких тылах противника, и тем самым заменяя самолет П-8 и Ил-4. И к концу войны Б-25 стал одним из основных самолетов дальней авиации. Советские экипажи в первую очередь отмечали высокие пилотажные качества Б-25. Он был устойчивым и хорошо управляемым в полете, доступным летчику средней квалификации. Трехколесное шасси давало отличный обзор и маневренность на земле. Взлет, посадка и полет на этом самолете были гораздо проще, чем на советском дальнем бомбардировщике Ил-4. На самом современном уровне находилось радиооборудование Б-25, включавшее автоматический радиокомпас. Машина была хорошо защищена стрелковым вооружением. Практически с любого направления врага встречали очереди крупнокалиберных пулеметов. В целом, Б-25 являлся надежным и удобным в эксплуатации самолетом, который оставил о себе хорошую память. Всего военно-воздушные силы Красной Армии получили 861 экземпляр Б-25. Эти машины успешно воевали до самого окончания боевых действий в Европе и Азии. В майские дни 1945 года потребовалось срочно организовать доставку горючего и боеприпасов для советских бронетанковых частей, которые вели наступление на Прагу. Б-25 выполнили эту задачу, доставив нужный груз и произведя посадку прямо на шоссе, по которому двигались танки. За годы Великой Отечественной войны СССР получил по Ленд-Лизу 18 700 самолетов различных типов. Эти поставки помогли Советскому Союзу выстоять в самое тяжелое время, накопить силы, перейти в наступление и одержать великую победу. Редактор субтитров А.Семкин